Таких школ у нас с отдельными входами в медицинский блок в наш Ленинском городском округе 8. Их у нас 18, но 8 имеют такие медицинские блоки. Принимать высоких гостей в Лопатинской средней школе привыкли, но сегодня экскурсию для представителей Министерства здравоохранения проводит заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Неудивительно, что конференция, посвященная здоровью школьников, проходит именно на базе этого учебного заведения. Построенное в 2019 году здание имеет просторный медицинский блок, в котором врачи комфортно и быстро могут принять большое количество ребят, многие из которых на части обследования оказываются впервые. Не все дети из Российской Федерации здесь учатся, не все дети когда-то были дообследованы. Во время УЗИ мы выявляем очень много патологий. Это знакомство с современными методами работы врачей в условиях учебного заведения стало частью презентации проекта «Школьная медицина в образовательном учреждении». Он направлен на более глубокое обследование школьников и раннее выявление различных болезней. Автором идеи стал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Основой, конечно, этого проекта то, что все-таки электронный документ оборот, который нам позволяет в образовательных учреждениях видеть электронную карту пациентов, деток и вносить туда все методы исследования и консультации специалистов, которые также будут доступны и для родителей в госуслугах. Конференция, получившая название «Школьная медицина и здоровье сберегающей технологии в образовательных учреждениях», организована при поддержке администрации округа. А сама идея уже прошла обкатку и активно воплощается на территории муниципалитета. Когда этот проект задумывался, исходили из того, что нужно или тысячи-тысячи мальчишек и девчонок привезти в амбулаторию, в поликлинике, либо, собственно, несколько медицинских работников должны приехать вот сюда. И сейчас у нас охвачены все, без исключения, образовательные учреждения. Это просто на понимание 45 тысяч мальчишек и девчонок. Уникальность проекта, в который вовлечены врачи муниципалитета, заключается в том, что в своей работе они объединили здоровье с заберегающей технологией и принципами так называемого бережливого производства. Совместная конференция медицинских работников, образования и ведущих экспертов Минздрава Российской Федерации поможет выработать стратегию дальнейшего развития профилактических направлений в области школьной медицины. В конференции приняли участие порядка 120 медиков и педагогов из Москвы и Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.